Олег Степаныч, вам все равно, что сейчас чувствует ваш внук? Так мне может быть все равно, придурок. Тогда, может быть, стоит ответить, где Адам? Тебе известно, где Псковская область? Ага. Понятно. Расширим обзор. Калининград, Выборг, Владивосток. Тебе в детском саду рассказывали, что Россия большая страна? Внук, внук, если тебе от этого станет легче, знай, я из этого дебила сделаю чучело и на даче повешу. Ага. 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 Субтитры делал DimaTorzok Не трогай её! Дыга-дыга, парни! Давайте успокоимся и попробуем разобраться! Я подполковник ФСБ, Борисов Услан Викторович! И? Сегодня наши шефы поругались. Ну, так бывает. Завтра помирятся. Хочешь играть? Играй со мной. Мы даже с тобой дружить будем. А? Пить пиво вместе, если скажут сверху, это наши игры, не её. Ну и? Сделаешь ей больно, я тебя лично найду, сделаю чучело и повешу на даче. На даче? На даче. А другие варианты рассматриваются? Или это стандартный набор? Не, на даче лучше. Ну, чего? Застыли-то, а? Продолжаем? Дамочка, извините, эта бочка занята. Я жду! Веселимся! Веселимся! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мне стыдно. Неловко. Да. Если быть честным, до конца даже как-то тошно. Но, как говорил кто-то из великих, это наша работа. Сосед? Да. Аарон Шульц, Моссад. Ты Аарон Шульц? Помнишь тот день, когда ты искал свой дом? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я младжуба. Я ищу свой дом. Брат, Грузия? На сто пятьдесят километров в север. Мне не надо в Грузии. Я русский. А, а, Россия. Ещё дальше. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Странно. Как это я тебя тогда не вычислил? Ну, вы же там были всего несколько дней, Олег Степанович. Раньше мне этого было достаточно. А потом вы были заняты любовными делами Андрея. Сосед. Неужели Моссад в курсе? Олег Степанович, в Моссаде есть специальный отдел, где включается тревога, когда вы покидаете пределы вашей дачи в Звенигороде. Вы меня льстите. Мы вас уважаем, Олег Степанович. Как только грубые формы не срабатывают, Аарон Шульц выходит из тени. Простите, а разведки каких ещё стран были представлены в нашем подъезде? На четвёртом этаже жила тётя Лаура. Добрая, милая женщина. Она из Вивак. Что такое Вивак? Разведка Ирана. Руслан, вы же знали о ней. А мой тесть Роберт, он откуда? Роберт. Он работает на Министерство здравоохранения. Он стоматолог. Точно знаешь? Да. Господа разведчики и контрразведчики, когда вы устанете делать друг другу шпионские реверансы, может, мы всё-таки позавтракаем? Я знаю прекрасное место с фантастической кухней. Не откажите. За счёт израильских налогоплательщиков. Освободи людей ничтожества. Спасибо. Этот был моим соседом в Ереване. Да, слушаю. Олег, я предлагаю мне… А, значит, ты всё-таки получил это странное письмо. На свою личную почту. Молчишь? Тогда слушай. Через три часа ты получишь такое же. Потом ещё одно. После этого всё дерьмо сольётся в интернет. Короче, у тебя меньше десяти часов, чтобы сообразить, что надо делать. Ну, я хотя бы понимаю, что восьмидесятый год у тебя ведь тоже есть, Олег. Раньше сомневался? Раньше сомневался. А теперь уверен. Разницу чувствуешь? Олег. Олег. Ещё на два слова. Слушаю. Договорись обо всём с Аруном. Я ему доверяю. Я всё улажу. Правда? А как ты это сделаешь? Морепродукты на гриле в чесночном соусе. Почему в чесночном? Я знаю, вы это любите. Хорошо, валяй. Как только машина остановилась, вы посмотрели на Руслана, и он нажал кнопку на телефоне. Осторожней, друзья! У вас на все случаи жизни есть страховка? Невозможно застраховаться от всего. Как в случае со мной? Каталина никогда не говорила обо мне? Она права. Я очень часто представлял нашу возможную встречу. И уж точно не так. А как? Слушай, Аарон, если ты хочешь, чтобы твой шеф перестал принимать странные эсэмэски, нужно вернуть телефон. Конечно. Как только вернёмся обратно в дом. И неплохо было бы принять душ. Душ? Угу. Ванну. В молоке. Я лично устрою. В молоке? Да. С лепестками ромашек. Извращенец. Нет. Эстет. Эстет. Тук-тук, слушай, ты, эстет, а ты можешь через свой массат узнать, жива ли ещё бабушка? А, которая так чудесно топит баню. Жива. Два часа назад была жива. Забыл. Ты получил эсэмэску от Роберта. Сейчас скажу текст. Как вы, Андрюша. Я ещё в Омске. Бабушка ни туда, ни сюда. Уже раздражает. Обнимаю Роберт. Бабушка rigtик. Нуг! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как вы меня узнали? Позже будь с Андреем. Ты же ему всё-таки, а тётя. Построже будь с Андреем. Ты же ему всё-таки, а тётя. Учитель, через двадцать минут будем у моста. Вы велели разбудить вас. Я уже написал с телефоном. Кому ты звонишь, внук? Бывшему тестю. А, ему ещё снится таинственная незнакомка с пистолетом? Да. С тех пор, как его тёща попала в кому. А какая связь между тёщей в коме и красоткой с пистолетом? Ну, в его случае. Убийственная. Ну, давай. Стреляй. Тебе не холодно? Роберт, тебя мало вот просто вот так вот шлёпнуть. Почему? Ты должен умирать. Долго и мучительно. Во что я одета? Ты хочешь сделать меня посмешищем? Вот это с этим. Не одевают. Это безвкусно. Что это за сапоги? Ну, при чём здесь я? Это твой сон. Вот опять гудки пошли. Ну, вот я и говорила, надо покупать заранее, верно, а потом высаживать всё тоже вовремя. Ой, подожди. Мужчина. Мужчина. Проснитесь. Мужчина, вы слышите? Выключите звук или поставьте на вибратор. Ой, то есть на вибрацию. Извините. Ну, да. Спасибо. Ага. Ну, пойдём. Чудные такие. Алло. О, привет, Роберт. Как ты? Как? Никак. Слушай, ты понимаешь, она, она продолжает стрелять. Прости, ничего не могу сказать. Нет, она, она всё время стреляет, понимаешь? Что бы я ни делал, она стреляет. Нет. А как там бабушка? Нет. Бабушка. Коми. Да, это ужасно. Нет. Нет, Андрей Джар. Ужасно то, что она всё время оттуда выходит. Откуда? Из Коми. Из Коми. Ты понимаешь? Вот стоит мне поехать в аэропорт, чтобы вылететь из этого проклятого города? Слушай, она туда опять спадает. Ну, я уже не знаю, что это. Как отсюда вылететь? Послушай, Роберт, может быть, это тебя развеселит. Андрей, что меня может развеселить? Это точно тебя развеселит. Помнишь парня, который жил на первом этаже в Ереване? Слева? Да, Мако. А ты знаешь, что он работает на Моссад? А? На Моссад он работает. Израильский Моссад. Это чистая правда. А тетю Лауру помнишь с четвертого этажа? Да. Она работает на Вивак. Иранская спецслужба. Я уже не уверен, стоматолог ли ты. А, ты тоже с ума сошел? Созвонимся. Пока. А? Красота? Сейчас бы удочку, а, учитель? Нет, я бы сейчас с большим удовольствием искупался. Эй! Да. Прям с разбегу так, раз и! Так, спокойно, ты еще не разведем. Здравствуйте, я Кристина. Очень приятно. Знакомьтесь. Внучка моего старого друга Степана, Кристина. Это Руслан. Мой внук Андрей. Привет. Его тетя по материнской линии, Мэри. Моя кто? Сводная сестра твоей матери. Внук. КРИКИ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заходи, заходи! Эй, почему ты не стареешь, Олег? Разве я могу себе позволить застариться? Забудешь, что у меня плохо управляемый внук? Ой, внучка моя! Руслан, мэри, проходите. Добрый день! Здравствуйте! Проходите, проходите! Добрый день! Привет! Заходи! Да, здесь очень красиво! У вас здесь так много самолетов летает? Аэропорт рядом. А-а-а. Ну, давай играй. Ну что, Андрюш, проигрываешь? Что? Присоединяйся, тряпка. А у вас прекрасный русский. И кажется, я окончательно запутался. Вот, то есть, ваш дед болгарин, а вы шведка, да? Ну, дед точно болгарин. А вот, со всем остальным, полная каша. Дедушка уехал из Болгарии в восемьдесят девятом. Я родилась и выросла уже в Швеции. При этом моя мама дочанка, хотя отец ее норвежец. Хотя есть версия, что настоящий ее отец итальянец. Продолжить. Хватит. Дайте хоть это запомнить. А русский где так хорошо выучили? Я семь лет жила в Москве. А, а здесь живете или к деду отдыхать приехали? Все его внуки по очереди ухаживают за дедом. Сейчас моя очередь. Понятно. Я тоже за своим приглядываю. Спасибо. С вами в теннис играть бесполезно. А во что вы плохо играете? Кристина! В прятки. Секундочку. А что значит, ты моя тетя? Ты хотела другую тетю? Начнем с того, что я 30 лет жил без тети. Неужели так было лучше? А что если какой-то десятилетний сопляк объявит, что он мой дядя? Братьев у меня нет. Ну, есть дядя у Хуан. Конечно, он с виду немножко страшненький. Но в душе он такой добрый. Вас обязательно надо познакомить. А если б я встретил тебя на улице и... Что и? Ну, мягко говоря, того. Чего? Того. Андрюша, нельзя свою тетю того. Понял? Не шали. Дед, у меня еще родственники есть? Нет. Уверен? Да. В глаза смотри. Возможно, кто-нибудь в Польше. Ну, ты помнишь, я тебе рассказывал, как меня туда вызвали, чтобы я нашел часы нашего посла. Смотри. Какая красота! Я пойду. Да. Почти рай. Раз в неделю сюда приезжает дружок Кристины, они едут гулять в город. У него там ночной клуб. А так здесь полное одиночество. Твоя девушка может здесь остаться сколько угодно. Я гарантирую ее безопасность. Спасибо, Степан. Не слишком ли высокопарно для отщельника с глухой деревни? Слишком скромно для главы контрразведки Болгарии. Бывшего, бывшего Олег. Старый волк. Потерял нюх. Давно уже. Если бы не ты, я бы не свалил из Болгарии до того, как снимут Живкова. А я уже стал волноваться. Ты так много раз мне помогал и ни разу ни о чем не просил. А мне не так много осталось. Не ворчи лучше. Покажи, где тут можно порыбачить. Смотри, а что ты хочешь поймать? Рыбу. Ну, ясно, что не кабана. Домашние. Не отравлю. Мария вывезла свои вещи из квартиры и принесла мне ключ. Это вообще нормально? Катерина, это нормально. Это называется развод. Опять? Нет, с вашим диагнозом вам точно не найти жену. Ну, не найду, так не найду. Все, Кать, давай. Мне некогда. У меня совещание. Пока. До свидания, Руслан Викторович. Это та Катя, которая строит? Не везет с женщинами, да? Женщинам с тобой неспокойно. Что, тоже любишь в мозгах покопаться? Ладно. Хорошо. Почему эта женщина со мной неспокойна? Потому что за двадцать минут, что мы сидим здесь, ты пожирала глазами двух брюнеток с не очень красивыми ногами. Ну, не буду спорить. Отреагировала на блондинку с силиконовой грудью. И это было. Ну, и я не считаю полицейского на перекрестке. Тебе что, возбуждают форму? Очень. Думаешь, по зиму я пошел служить. Но ты еще пропустила… Шатенку, которая прошла с мужчиной в сером костюме пять минут назад. Да, генетика – это страшная вещь. Расскажи мне о нем. О ком? О нем. О моем биологическом отце. Что именно? Все. Мэри, ты будешь делать вывод из моих слов? Он золотой, отзывчивый, добрый человек. Собирает магнитики, любит животных, помогает старшим. Мэри, он полковник ФСБ. Знаешь, как его прозвали у нас? Полиграф. Потому что он на раз раскалывает людей. Ну, вообще, если бы не был такой отец, я бы им гордился. Красный. Л Boost. Мягко. Корректор отец. Теланков. . Скуку. Скуку. Рец. Ух ты. А чё, всё? Продолжений не будет? Есть проблема. Пошли, Витамин. Привет. О, чё, читаешь? Ага. Ты тоже подсел на эту книгу, да? Что, хорошая книга. Всё понятно. Да, всё доступно, понятно. Лицемер. А мне говорил, что это записки сумасшедшего. Кто говорил? Когда я это говорил? В Богом забытом отеле. Дашь потом пересчитать? Да, прямо сейчас. Дед, где? В туалете. А, товарищ полковник, в туалете? Что так поразило тебя? Он это раньше не делал, да? Это Руслан Олег Степанович. У вас всё нормально? Как вы? Уже намного легче, Руслан Викторович. Ну, в общем, есть тема, надо поговорить. Отличная книга. Да, пошёл ты. Вы думаете, Стефан нас прослушивает? Стефан один из немногих порядочных людей. А, тогда зачем мы вышли на улицу? Я тоже ежедневно прослушиваю свою квартиру. Хотя живу в ней совершенно один. Профессиональная привычка, Руслан. Ну, что случилось-то, Мэри? Вы видели парня, который выехал на БМВ? Ну, это Лека. Албанец. Парень Кристины. Живёт в Хельсинки. Раз в неделю приезжает сюда. У него какой-то тут бизнес, то ли ночной клуб, то ли ещё что-то. Я знаю его. Он связан с террористами. Уверена? Мы разрабатывали его в Москве. И он знает меня в лицо. Ты сейчас спалилась? Нет. Лека уехал в Хельсинки, вернётся через неделю. Но мне опасно здесь оставаться. Он совсем не похож на террориста-фанатика. А я разве похожа на шпионку? Вы что, серьёзно думаете, что террористы-фанатики? А я-то наивно считала, что это очень успешный бизнес. Чем он занимается в Москве? Вербует людей. Оставь нас на неркаком минут, мэри. Учитывая твой обострённый слух, уйди, пожалуйста, в дом. Так надёжнее. Не совершай моих ошибок. Не понял, о чём это вы? О том, о мэри. Она же Изабель. Она же моя дочь. Я вижу, она нравится тебе. С чего вы взяли? Нравится. Ты заметил, что после истории с ней я больше не говорю о морали? Товарищ полковник, вы вообще в последнее время для меня открылись с другой стороны. С человеческой. Более того, моя биография мне не кажется такой, такой уж… Руслан, я знаю каждый шорох твоих ушей. Блеск твоих похотливых глаз. Мэри уедет в Америку. А ты на Лубенку. Не совершай моих ошибок. Ты понял меня? Я понял, товарищ полковник. Поедем в город пообедаем. Пришай, товарищ полковник. Бmeg. Шестой, товарищ полковник. Ты же, товарищ полковник. Благодаря. 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 Да, учитель. Руслан, ты на месте. Она хорошо танцует. Как обстановка? Все под контролем? Жду Андрея. Позвони мне, Борисов. Понял. Да, внук. Полковник. Так, корректно ли выражение, что ваш агент маленько обделался? Вполне корректно. Я боюсь не меньше твоего. Хотя нахожусь в более комфортных условиях. Здесь четыре туалета. В случае чего не промахнусь. Удачи. Пока. 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 Великой Кара. Редактор субтитров. Ага. Я думаю, что вы говорите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Странно видеть тебя в ночном клубе А можно я просто буду там стоять и смотреть, как ты танцуешь? Только не увлекайся, ты же жена Почему женатые мужчины вызывают такое отвращение? Женатые мужчины делятся на две категории Категория придурков с озабоченными глазами и категория придурков с потухшими глазами И к какой категории отношусь я? Ты? А я еще не знаю Зато я знаю формулу счастья Да? Скажешь? Если тебе перед свадьбой дадут такую бумагу Гарантию того, что ты потом никогда Не встретишь Никого более соблазнительной А тебе такую бумагу не дать? Эй! Это твой парень? Ней! Ес! Доклады, учитель Операция «Пьяный фильм» прошла успешно Конкретизируй А что тут конкретизировать? Правый глаз и противник пал Ваш внук на пьедестале Молодец Да, молодец, Андрюша Держится естественно, достойно Это генетика, Руслан Кстати, о генетике Вот ваш Андрюша, да? Он же офигенно симпатичный парень После стольких женщин ты запал на моего внука? Или заходишь издалека? Нет, просто интересно Вот мать Мэри Она, наверное, красотка, да? Тембираментная, знойная, горячая Ты не все прилагательные перечислил Но, учитель, у меня никогда не было мексиканки Ну, тогда тебе надо валить в конку Понял Конец связи Товарищ полковник Нравится? Очень нравится Красиво Это все, Кристина У нее прекрасные портреты Очень талантлива Да Я спать Олег, у тебя все шансы победить Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи По идее, через два хода Будет мат Я могу не согласиться? Вы поспешили Это потому, что считаете меня слабее вас? Теперь все против вас Наверное, вы проиграли Не дождешься Да, скорее всего, вы найдете выход Должен найти Хорошо Буду ждать Изабель Изабель Конечно, я виноват Конечно, я виноват Для меня важно, что все эти годы я помнил Что когда-то я не смог отречься От всего ради маленькой девочки По имени Изабель Тебе играла Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok